Производство Сетфильмс Интернешнл Индия Я свершу правосудие В двух сериях Роли исполняют Раджеш Кханна Падмени Калкапури Тина Муним Шакти Капур Джой Мукерджи Ом Шихпури Аруна Ирани Чандра Шекхар Тедж Сапру Автор сценария Паис Салим Художник Сачин Рой Ну как ясно Когда преследуешь врагов Не надо сбиваться в кучу Иначе вас самих схватят Есть, сэр Давайте еще разок Оператор Пракаш Антра Композитор Батпи Лахери Режиссер Шибу Митро Алло 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 Командор Боб Да Командор Боб слушает вас Алло Алло Шапшир Синг Да Вы получили сведения Которые я вам послал Да Задание выполнило прекрасно Спасибо за похвалу Мне только нужно еще уточнить Расположение Некоторых постов Окей? Окей Тебе заплатят за это 5 миллионов Вы говорите 5 Так, командор Боб Записываю Делаю есть Командор Боб Как только я все выясню Сразу доложу Ну а когда вы приедете в Индию Я могу приехать Когда угодно Приезжайте, мы вас ждем Хорошо Пока У меня все Как ты один? А где она? Босс Не так-то просто заполучить эту девицу Отчего? Она сестра Азафархана Он прольет реки крови, если узнает Хм А где она сейчас? Пасет овец неподалеку от голой горы Это подходящее место Помогите! 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 Отойди, Шаншер! Не то мой брат убьет тебя! Нет! Нет! Помогите! Кто такой? Я брат своей сестры. Капитан Равик Хан. А я Шаншер Синг, капитан. В этих местах все мне подчиняются. Разберемся, кто кому подчиняется. А пока придется пройти со мной в полицейский участок. Спокойно, капитан. А то придется кое о чем пожалеть. Капитан Равик Хан. Инспектор. Я капитан Равик Хан. Этот человек покушался на честь девушки. Да, инспектор. Если бы брат Рави не пришел мне на помощь, бог знает что. Сержант, отведите его в камеру. Пошли! Когда я выйду, мы еще встретимся. И уж тогда, тогда тебе не поздоровится. Не советую искать встречи. Где он? Разия, я убью его. Убью, слышишь? Клянусь тебе. Где этот негодяй? Шафар Хан. Этот негодяй уже получил по заслугам. Кто вы, брат мой? Капитан Равик подоспел вовремя и спас честь вашей сестры. Сам Аллах послал вас. Уважаемый брат мой, я ваш вечный должник. Вы спасли нашу семью от позора. Завтра мы все отмечаем светлый праздник Иид. Приходите, брат. Я прошу, вы придете? Хорошо. Я приду в гости к брату и сестре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Нет чувства выше дружбы. Обнимемся как братья. Пошли нам всем Всевышний, мира, счастья и любви. А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова диёра Гремите, барабаны, и сердце рвется радость, ведь я второго брака сегодня обрела. Гремите, барабаны, и сердце рвется радость, ведь я второго брака сегодня обрела. Гремите, барабаны, и сердце рвется радость, ведь я второго брака сегодня обрела. Гремите, барабаны, и сердце рвется радость, ведь я второго брака сегодня обрела. Гремите, барабаны, и сердце рвется радость, ведь я второго брака сегодня обрела. Разрешите? Входите. Сэр, вы меня вызывали? Да, Рови. В кармане этого подрядчика, которого вы задержали, обнаружены схемы расположения секретных постов. Так этот Шамшар Синг еще и шпион? Получается, что так. Вот его бумаги. Отправьте их в контрразвежье. Алло, бригадный генерал слушает. Сэр, Пинки очень больна. Что? Как больна? Ну, когда я уходил, она была здорова. Доктора вызывали? Нет. Вот, болван. Вызывай. Немедленно. Рови. Да, сэр. Выполняйте приказание. Есть, сэр. Юнус. А? Пинки, это кто? Тоджи бригадира, будущий врач. Учится в медицинском колледже. Ого, доктору доктора вызывает. Отец в ней души не чает. Стоит только Пинки чихнуть, он с ума сходит. Бедняжка. Пинки! 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 Что же случилось? Пинки! Пинки, дорогая, что с тобой? Пинки, что с тобой? Пинки, вставай! Ах ты негодяй! Как ты посмел сюда лечь? Мне госпожа велела. Где она? Если я скажу, она меня убьет. А если не скажу... Тогда я тебя прикончу на месте. Выходит, так и так умирать. Отец! Прошу тебя, не сердись. Он же ни в чем не виноват. Да, не виноват. Ах ты проказница. Ну, что за шутки? Это была не шутка, а просто хитрая уловка. Пинки, каждый раз я с ума схожу от твоих шуток. Ведь ты же самое дорогое, что у меня есть. Я знаю, папа. Из-за этого я совсем немножко притворяюсь. Например, что у меня кашель или болит голова. Ну, что же сегодня тебе нужно? Знаешь, я обязательно в Дели должна поехать. Нет, нет и нет. Нельзя. Папа, ну мне правда очень надо. Нет, нет. До конца каникул еще целых два дня. Вот кончится и поедешь. Ты что же, не хочешь с отцом побыть? Ну, что ты, не в этом дело. Ну, а в чем же тогда? Пинки, ты ведь знаешь, как тяжело мне было отпускать тебя на учебу так далеко от дома. Была бы возможность, я бы ни на один день с тобой не расставался. Могу я спросить тебя? А если я замуж выйду, что с тобой тогда будет? Значит так, я отдам тебя замуж за какого-нибудь военного, который находится в моем подчинении. И тогда мы будем всегда вместе. Ну, ладно. Но сегодня я должна уехать. Это очень важно. Начинается конференция медиков в Дели, пойми. Там соберутся крупнейшие врачи со всей Азии, самые известные. Нам, студентам, необходимо там быть. Ну, пожалуйста, а? А зато потом я стану паинькой. Обещаешь? Клянусь тебе. Ах, я закажу билет. Билет я уже купила. Как? Ну, я же знала, что мой папочка мне не откажет. Ах, ты упрямый. Маленький. Привет, Рави. Привет. Я получил отпуск. Ты остаешься один, а я иду к бригадиру. Он меня вызывает. Секретные документы. По делу Шамшера Синха затребовали в Дели, придется вам их отвезти. Слушаюсь, сэр. Кстати, как здоровье вашей дочери? О, это была ее очередная шутка. Мы все очень огорчились, когда увидели, как вы расстроены. Да, Пиньки, моя слабость. Ты знаешь, ведь когда я был молод, я участвовал во многих боевых операциях и не раз побеждал. Но домашние сражения я всегда, всегда проигрываю. Она моя радость, мой свет. Ты ее видел? Не приходилось. Когда вернется, я вас познакомлю. Благодарю. Сэр, я подавал прошение об отпуске. Вот съездишь в Дели и отдыхай. Но только куда ты поедешь? У тебя же нет никого. Да, у меня нет родственников. Но капитан Юнус... Он приглашал меня погостить к себе в деревню. Говорит, там манго какие-то необыкновенные, очень сладкие. Я тоже большой любитель манго. Учти это. Непременно привезу. Спасибо, спасибо. Ну, хватит, останови, дружище. А мясо кто будет есть? У нас впереди еще семь мясных блюд. Я только манго буду. Ну, можно подумать, манго завтра исчезнет. Так ты ешь. Манго не исчезнет. Это мы, военные люди. В любой момент можем покинуть бренную землю. Поэтому наслаждайся. Господин учитель, садитесь, пожалуйста. Юнус, сынок, я пришел к тебе с приглашением. С каким приглашением? Сегодня свадьба моей дочери. Приглашаю вас. Почтите своим присутствием в моей хижине. Мы обязательно придем, правда, ровите. Радан, спасибо. Мы ждем вас. Прибыла она в свадебной колеснице, Светлая, как солнце дева, Передайте ее боги в гармонию. Позовите невесту. Приведите невесту. Сюда, дочка. Походи. Постойте. Мы ведь еще не договорились с вами, господин учитель, о деньгах. Позвольте, о деньгах у нас не было и речи. Обычие известные. Расходы несут родители невесты. Вы же знаете, наша семья не богата. Наше сбережение мы потратили на приданные драгоценности, наряда. Все это будет принадлежать вашей дочери. Господин учитель, и я потратил немало, когда просил сына, учил. Я и подумать не мог, что вы потребуете деньги. Но раз так, я согласен, но только потом. Нет, на потом такие двори откладывают. После свадьбы родители невесты забывают свои обещания. Сегодня мне такие деньги негде взять. Это у вас ваше дело, уважаемый. У вас есть родня, у вас есть соседи. Вы хотите, чтобы я пошел с протянутой рукой? Напрасно вы так расстраиваетесь ради счастья дочери, просить не зазорно. Что здесь происходит? Это же просто вымогательство, шантаж. Почему умничаетесь? Это дело семейное. Позвольте, все не так просто. Многие семьи в нашей стране сталкиваются с этим. Вы говорите, что вырастили сына, учили его. Но ведь и этот человек вырастил свою дочь и учил ее. Разве это не богатство? А богатство это деньги. Только они дарят радость человеку. Вы думаете, деньги самое главное в жизни? Образование имеет гораздо большую цену. Ведь знания помогают человеку, освещают его путь. Отец невесты обязан оплачивать все свадебные расходы. Господин Шарма, умоляю вас, пощадите. Я не намерен слушать вас. Я приехал на свадьбу своего сына, господин учитель. Господин Шарма, постыдитесь. Вы не имеете права оскорблять человека. Я свои права знаю. И вы это сейчас увидите. Пошли, сынок, свадьбы не будет. Я все отменяю. Нет. Нет, господин Шарма, ради бога. Прошу вас не уходить. Подумайте. Ведь это позор. Как вы можете, господин учитель, перед кем вы унижаетесь? Нельзя поддаваться угрозам. Ведь вы же сами много лет учите людей. Нет, сынок. Когда свадьба расстраивается по желанию жениха во всем мире, это позор для любой девушки. Нет. Невеста не будет опозорена. Я женюсь на вашей дочери. Прави, ты? Да, мой друг. Я тоже уважаю наши обычаи. Но нельзя, чтобы они мешали жить всем нам. Прошу вас, не прячьтесь. Вы моя жена. Я ведь даже не мог представить, что мне так повезет в моей одинокой жизни. Как? Что я вижу? У вас, кажется, слезы. Вот что. Вы, наверное, плачете. От того, что вы счастливы. Или, может, от печали. Ведь женщинам обычно... Им свойственно плакать или от радости, или от горя. Это так? Я не очень... Понимаю. Что это? Ты... Меня боишься? Это меняет дело. Пойду-ка я спрошу. Нет, никуда я не пойду. Ну вот что. Ты мне сама скажешь. А? Договорились? Нет? Ты будешь молчать? А? А! Я придумал кое-что. Вот. Возьми. Я включил магнитофон. Скажи, что захочешь, а я... Выйду. Вообще-то я не курю. Только когда волнуюсь. Ну-ка послушаем, что за буря бушует... В душе моей жены. Вы очень добрый. О, спасибо. Я... Я стесняюсь вас. Вот как. Совсем забыл. Ведь любую женщину... Украшает ее стыдливость. Я сейчас же постараюсь все исправить. У-у-у. 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 У-у. 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 огонь в моем сердце. Вот он горит в груди. Днем и ночью я счастлив и радости полон. Я больше не одинок. Субтитры сделал DimaTorzok Горы светлые тучами были закрыты. Ветер дунул, рассеялась мгла. Бьются, словно одно, два любящих сердца. Не одна я на свете теперь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Да, большие начальники очень важные, все их боятся. А на самом деле, добрые, как я. Увидим потом. Ах так, а ну-ка иди сюда. Пусти, ну пусти. Пожалуйста, пусти. Сима. Что? Ты где? Я здесь. Дай, пожалуйста, воды мне. Вот. Что ты делаешь, Ранья? Как тебе не стыдно. А почему мне должна быть стыдно? Ведь ты моя жена. Это я. Вестань, что ты делаешь? Тебе не кажется, что здесь слишком жарко. А, не выдумывай. Я понимаю, к чему ты клонишь. Ты будешь пить чай? Да, но это шантаж. Если не уйдешь, чай не получишь. Мадам, ну что ж, я вынужден вам починиться. Туда. Сима. 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 Что с тобой? Что с ней, доктор? Сильная лихорадка. Это бывает. Резкая перемена климата. А что делать? Давайте лекарства. Летный лоб. Спасибо. Я сделал укол. Она будет спать. Затричь отзыв. Затричь отзыв. Затричь отзыв. КОНЕЦ Сима Сима Ты... Сима, как ты? Тебе лучше? Рави, что с тобой? Посмотри в зеркало Мое зеркало это ты Ты целые сутки была без сознания Мне казалось Что у меня сердце остановилось Ты так беспокоился обо мне А если бы... Нет Не говори так Я всю жизнь был один И теперь, когда у меня появился близкий человек Невозможно представить Я уже не смогу быть один, Сима Я никогда тебя не оставлю, никогда Сима Все, о чем молятся в этом храме, сбывается Я просила, чтобы Бог был милостив к нам А ты что просил? Чтобы у нас было десять детей Десять детей? Да Чтобы ты никогда не была одинокой Я больше не буду одинокой Сима Эй, Сима Я здесь, что случилось? Ты умеешь танцевать? Нет А зачем это? В Новый год нужно танцевать Нет, пожалуйста Не заставляй меня танцевать Я стесняюсь Постой В этом нет ничего дурного Все женщины сейчас танцуют Это модно Нет Ну тогда С другими буду танцевать С другими? А я? Ты Ага Ну-ка, включи А ну-ка, иди сюда Ой Стой Что ты делаешь? Спусти Как не стыдно Как не стыдно Ну а что же, здесь стыдно Сима Это очень полезная вещь Я здесь Дай, пожалуйста Не надо Я другую дам Поставь Угу 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 Ах 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 Один лишь раз, только раз в году, наступает такая ночь. Друзья, обнимите любимых своих. Пусть их нежность вам радость дарит. Если что-то пока разделяет вас, устрани все преграды, брат. Раскрой свое сердце любимых скорее, и не будешь ты одинок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Да Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер Эй, Джаган! Да, сэр! Пакет дай! Эх, да! Следация за Schwab Субтитры создавал DimaTorzok Тв injury Субтитры создавал DimaTorzok Я могу уйти? Конечно. Рави уехал. Знаю. Это я послал его. Да? Вот. Свадебный подарок от меня. Берите. Благодарю. Может, наденете? Я мечтаю вас увидеть. В розовом саре. Будет очень к лицу. Вы сама как роза. Сэр, я вас не хочу больше слушать. А я вовсе не собираюсь говорить. Я же не капитан. Уйдите. 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 Негодяй. Оставьте меня. Уходите отсюда. Я прошу вас, уходите немедленно. Уходите же. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. О, нет! Оставьте меня! Не смейте! Рави! Рави! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как? Как это случилось? Все это из-за вина Вино Вино превратило тебя в дьявола Дикое звериное страсти хватило тебя, заднило твой разум Ты погубил невинную душу Ты разбил счастливую жизнь храброго солдата Капитана Рави А вот как низко ты пал Из человека превратился в скотину Нет! А если обо всем этом узнает твоя дочь, в которой ты не чаешь душу Что она подумает о тебе? Посмеешь ли ты показаться ей на глазах? Она с отвращением отвернется А вдруг она тоже убьет себя, когда узнает о твоем преступлении? Нет! Этого быть не должно Пенька никогда не узнает про это Огонь погребального костра Навеки сокроет мой тяжкий грех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда мне идти? Кого звать? Субтитры создавал DimaTorzok Постой, ты забыл кое-что? Да Теперь ты никогда не будешь одиноким Как ты могла, Сима? Зачем ты меня оставила? Ведь ты же говорила, что я больше не буду одиноким И опять Я один Привези мне гирлянду для жертвоприношения Жертвоприношения Послушай, завтра мы пойдем в храм. Всевышний исполняет любые желания. У меня скоро будет ребенок. Эй, джаган! Да, сэр. Пакет кай. Эй, джаган! Да, сэр. Добрый вечер. Эй, джаган! Пакет кай. Добрый вечер. Эй, джаган! Да, сэр. Пакет кай. Добрый вечер. Эй, джаган! Да, сэр. Пакет кай. Эй, джаган! Да, сэр. Садись. Эй, джаган! Эй, джаган! Джаган, когда я уехал, ты ко мне приходил? Что? Я спрашиваю, ты домой ко мне приходил? Нет, сэр. Не бейте меня, господин капитан, я не могу. Бригадир берет со свету щерет. Бригадир, он какой-то странный. Странный. Он все время так смотрит на меня. Я боюсь его. Почему? Когда я встречаю его, он всегда старается подойти ко мне поближе. Это вы? Вы этот пакет узнаете? Я бригадный генерал, и обращайтесь ко мне по устам. Вы не генерал, вы преступник и подлый негодяй. Вы сошли с ума! Видимо, смерть жены так повлияла на вас. Так вы убили ее! Довели ее до самоубийства. Вы грязная, похотливая животная. У вас нет доказательств. Доказательства? Доказательства, вот они, у вас на лице. Доказательства на этой магнитофонной ленте. Послушайте свой голос. Что еще вам надо? Это бред. Вы просто больны. То, что вы говорите, значения не имеет. В своих грехах могут признаться люди, у которых сохранилась честь и совесть. А у вас давно нет ни чести, ни совести. Вы их потеряли. Таких подонков следует убивать прямо на месте. Без всякого приговора суда. Я совершу этот, этот акт правосудия. Ты будешь казнен. Я совершу этот акт правосудия. Я совершу этот акт правосудия. КОНЕЦ Я убил бригадира. Больше я ничего не скажу. КОНЕЦ Ясно. Капитан Рави, вы не убили бригадира. Вы его ранили. Врачи считают, что его жизнь не опасность. КОНЕЦ 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 Рави, ты ранен. Отец. Отец. Бимки, о чем ты здесь? Ты? Не надо, доченька. Я так испугалась. Отец, я убью его. Батьченька, он от меня не уйдет. Ничего, ты иди. Нет, отец, я останусь здесь с тобой. Не надо, милая. Все будет хорошо. К тому же, доктор не позволяет. Нет, ты будущий врач. Я все должна понимать. Да? Я ухожу. Я этого негодяя собственной рукой, клянусь Аллахом, раздавлю, как последнюю гадину. Нет, хан, нет. Он должен умереть от моей руки. Но ведь вы один. А у генерала огромная армия. Нет, сестра, на моей стороне душа моей жены и память о ребенке, который умер, еще не родившись. Мне не найти покоя, пока я не отомщу за них. Не сможет подлец уйти от расплаты на этот раз. Ты прав, конечно. Но ты не один брат мой. Зафар хан рядом с тобой. Привет, папа. А, здравствуй. Как твое здоровье? Мне уже получше. Дочка, зачем ты пропускаешь занятия? Возвращайся в Дели и учись. Вот билет. Я хочу спросить. Ты ведь раньше меня не отпускал? Почему же ты сейчас меня отсылаешь, когда я нужна? Отсылаю. Тебе же нужно учиться, доченька. Отец, если бы на моем месте был ты, что бы ты сделал? Нет, нет, Пинки. Не надо. Не будем больше об этом говорить. Если вдруг случится что-то плохое с тобой, моя девочка, я не переживу это. Папа, ты любишь меня. Конечно. Но я, я люблю тебя не меньше. Не плачь. Я не могу видеть твоих слез. Я никогда больше не стану тебя прогонять, нет? Мы всегда будем вместе. Всегда. Папа. Когда я выйду отсюда, ввели всем нашим встретиться в пункте под номером 3. И еще. Собрать о капитане Рави все сведения, какие удастся. Ты понял? Я не знаю. КОНЕЦ 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 Дорови! Остановись, или я застрелю тебя! Остановись! Я говорю, остановись! КОНЕЦ КОНЕЦ Слышите все, если кто-нибудь вздумает стрелять, я ее прикончу. За ними. Иди! Стой! Замолчи! Поехали! Хан, оставь ее здесь, очнется и пойдет домой. Нет, брат, ты не знаешь, кто это. Это дочь нашего врага, она нам очень нужна. Тебе не надо будет искать генерала, он сам придет за любимой дочерью. И не раз побеждал, но домашние сражения я всегда, всегда проигрываю. Она моя радость, мой свет. Ладно, ты прав. Что? Мерзавцы похитили мою дочку, а вы тут? Солдаты не виноваты, поверьте, сэр. Все возможное мы делаем. Если что-то произойдет с моей дочерью, я в создец выжгу дотла. Ничего живого не оставлю, ясно? Мы пришли. Вот наша хижина. В такую погоду сюда никто не доберется. Добро пожаловать, босс. Добро пожаловать. Есть новости? Босс, вам звонил командор Боб. У него есть к вам дело. Что ж, все ясно. Что-то я в этой тюрьме заскучал. Хочется развлечься немного. Ты понял? У нас все готово. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Сальма, 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 сальма. Кому из вас нравится сальма? Пьянит моя близость сильнее вина. Я сальма, красавица сальма. Умею я радость дарить и любовь. Кому из вас нравится сальма? 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Все это, как я знаю, хранится у бригадира, в его кабинете. В кабинете бригадира. А, чудесно. Командор Боб, считайте, что папка уже у вас. Какова цена? Один миллион рупий. Вас устраивает? Отлично. За успех. Закир? Да, сэр. Нам нужно теперь найти не только капитана Рави, но и дочь бригадира. Ясно? КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Умереть в горах значит навсегда исчезнуть без всякого следа Меня будут искать... Замолчи! Продолжение следует... К нам, идиот! Салам алейкум! Салам, брат Рахман! Салам! Отнеси-ка это в дом! Как дела у вас? Слава богу, все хорошо! Сестра Рызия прислала вам еду и кое-что из одежды... Вот посмотрите сами! Как она? Да вроде все хорошо! А в деревне? Там всюду стоят солдаты... Но тебя никто не выдаст, клянусь Аллахом! А когда поднимали сюда... Вас никто не заметил? А что с меня взять? Во всей округе известно, что носить грузы... Это моя работа! Но мне пора, храня вам! Пригляди за сестрой! Ладно, удачи! До свидания! До свидания! Тут для тебя есть кое-что! Бери! Я в хижину! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А? Так, что ли? Дай-ка. Что вы хотите делать? Для начала отрубим тебе этим топором твои красивые пальчики. Нет! 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 Не надо! Так! За твои преступления будет расплачиваться твоя дочь. Сейчас она лежит без сознания, потому что ей отрубили пальцы. Я не дам ей умереть лёгкой смертью. Я буду постепенно отрубать от её тела кусок за куском. Всю ту боль, которую ты причинил мне одним ударом, я вымещу на твоей дочери, но постепенно на этих фотографиях ты увидишь начало моей расплаты. Ладно. Не гоняйся, я уберу тебя! Я уберу тебя! Папа! 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 Ну, мерзавец! Сейчас ты получишь волна за всё зло, которое я причинил моей дочери! Держи! Папа! Девушки отдыхают... Сэр! Вам надо лечь. Может открыться рана. Раби должен. Умереть я. Сам... сам его убью. Нет, сэр. Я хотел бы вам посоветовать не делать этого. К черту ваши советы! Пойдемте. Успокойтесь. Вам надо лечь. Проголодалась? На, поешь. Не хочешь? Ай, ла, 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 л КОНЕЦ Капитан Рави, так это и есть тот сумасшедший, который стрелял в моего отца. Вы подонки! Я убью вас обоих! Я убью вас обоих! Если вам дорога жизнь, ведите себя хорошо. Я бы не хотел грубо обращаться с женщиной. Кровожадные злодеи, как вы и ваш друг, не могут поступать благородно. Ну, что я вам сделала? За что вы меня здесь держите? За что мучаете? За что наказываете? Ну, какое преступление я совершила? Я не могу вам сейчас сказать, почему вы здесь находитесь. Ах, вот как! Не можете! Вы просто хотите оправдать свою жестокость. Стыд вам и позор, капитан. Как вы осмелились покушаться на жизнь своего бригадного генерала? Вы запятнали свою честь. Вы... Вы опозорили армию. Это вовсе не я, а ваш отец. Запятнал и опозорил честь своей армии. Это он погубил ни в чем не повинную женщину. Ваш отец, подлец! Не смейте оскорблять моего отца! Я вам не позволю! Поехали! 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 Ты подняла руку на моего брата! Уйдите! Ах, ты дрянь! Ах, ты дрянь! Ах, ты дрянь! Виктор! Виктор! Ханк, не трогай ее. Нет, брат, я ее не отпущу. Рави! Ненавижу негодяев, которые насилуют женщин. Ты что, уже забыл, как Шамшер накинулся на Розию? Розия моя сестра, а это дочь нашего врага. Но она тоже женщина. А мужчина, кто бы он ни был, должен всегда заступаться за честь любой женщины. Ты забыл, Рави? Ее бабочка принес тебе страшное горе. Но мы не станем поступать так же, иначе мы такие же, как и он. Что он вам сделал? За что вы его ненавидите? Ответьте, что он вам сделал. Скажите мне, пожалуйста, прошу вас, какое он вам принес горе. Пожалуйста. Я прошу, ответьте. Брат мой, ты же ранен. Перевязать надо. Пойдем, я сделаю. Иди в хижину. Он совсем не похож на сумасшедшего. Почему он вступился за меня? Почему? Иди в хижину! Дядя, все это нужно доставить брату. Будь осторожен. До свидания. До свидания. Стой. Стой. Стой, стрелять буду. Подними руки. Брось оружие. Братец! Не бейте его! Отвечай, быстро, где девушка? Братец! Скажи ему! Говори! Братец, скажи ему! Не проси, сестра. Мусульманин не может предать своего друга. Он не может покориться врагу. Братец! Ты сам виноват, хан. Аллах запрещает помогать преступнику. Капитан Рави преступник по вашему закону. Он мой друг и настоящий мужчина. Он мой брат. Я с радостью отдам за него свою жизнь, если надо. Я не предам его. Не бойуй его. Рави преступники по вашему закону. Не можешь отдышаться, устал-то, бейте хоть все. Бесполезно. Зафархан предателем не был, Аллах тому свидетель. Не был и не буду, знай. Ладно, хан, на сегодня с тебя хватит. Если не образуешься до завтра, то утром будешь расстрелян. За мной! Поехали! Скорее! Скорее, братец! Скорее! Скорее! Скорее, братец! Я хотела прислать к вам дядю, но мне не удалось. Нас схватили солдаты. Иди направо. Хотя бы один из нас должен уцелеть. Хорошо. Будь осторожна. До встречи. Храни тебя, Аллах. Тебя так живет. Брат! Хан! Что с тобой? Да так. Немного не повезло. Попал в руки к солдатам. Хан, возьми девушку и уходи. Я вас догоню. Нет, брат. Я тебя одному не оставлю. Уходи, Хан. Бери девушку и иди. Ну! Аплодисменты! Он, кажется, перехитрил нас. Вперёд! Ни при каких обстоятельствах солдаты не должны взять его. Мы опоздали. Солдаты были уже там, когда мы пришли. А где он? Неизвестно, Борск, куда он исчез. Наши люди его не нашли. От меня не уйдёт. Пошли! КОНЕЦ 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 Ведь у тебя нет никого из близких, кроме дочери. Я сам страдал от того, что мне пришлось отрубить ей пальцы. У меня тоже не было никого, кроме Симы. А ты... Ты довёл её до самоубийства. КОНЕЦ Скажите, что это не так. Скажите, капитан. Это же неправда. Мой отец не мог. Он не мог этого сделать. Это неправда. Я бы тоже хотел, чтобы это было не так. КОНЕЦ 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 Как я пострадал родиться, он погиб из-за прихоти этого похотливого человека. Сима покончила с собой. Но я... Я опять остался один. КОНЕЦ А! Брат! Брат, уходи отсюда. Нет, брат, я останусь здесь. Тебя надо перевязать, брат. Идите в хижину. А эти собаки еще узнают за Фархана. Пойдемте, капитан. Ну, иди. Скорее. Салям алейкум, трусливые шакалы. Подходите-ка сюда. А! Аллаху акба лейла! Аллаху акба! Девушки отдыхают. 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 Да, все это ужасно, но твою гибель я не смогу пережить. Влюбилась в своего похитителя, а? Но мне не нужен твой голос. Мы запишем, рови. Ты потребуешь документы, тебя станут считать изменником и будут проклинать. А мне, мне заплатят миллион рупий. Ты зря надеешься, Шамшер. Генерал не придет. А если придет, то вас всех сразу же схватят. Ты скажешь ему, что он должен быть и один. И пока мы не убедимся, что это так, мы навстречу с ним не пойдем. Ясно? Тебя станут держать на мушке мои ребята. А мой пистолет будет приставлен к виску твоей красотки. Бригадир увидит, что я связан, и сразу же все поймет. Но когда ты пойдешь брать бумаги, мы тебя развяжем. Развяжешь? Готовься к смерти, Шамшер. А-а-а-а! Аааа! Аааа! Пинки! Равиль! Пинки! Ха-а! Пинки! Поехали! Пинки! Пинь! Венки, где? Документы. Я хочу видеть пеньки. Давай выходи. А если схитришь, тебе будет плохо. Иди. Рави, все твои преступления можно простить. Но секретные документы ты предал свою родину, Рави. А за это полагается одно. Смерть. Стойте, господин генерал. Вы обвиняете его. Ну а сами, что вы сделали? Генерал, командующий сотнями военных, согласился предать секреты своей армии. Вы принесли эти бумаги. Кто из вас изменник? Ты сошла с ума! Отойди от него! Не уйду. Даже под страхом смерти. Можете совершить еще одно убийство. Что ты говоришь? Ведь я же все делаю, чтобы спасти тебя, своего ребенка. Заботитесь о своей дочери. А что же будет с детьми других родителей? Вы их отдаете в руки врагов. Согласились дать шпионам секретные сведения, а теперь рассуждаете о чем-то предательстве. Это мой отец. Какой стыд. Я не знаю, как мне жить. Пинке. Как ты смеешь говорить так? Это же подлец. Ты же ведь хорошо знаешь, что он стрелял в твоего отца. И тебя чуть не погубил. Ты обвиняешь его в преступлении. Но рови достойный, честный человек, и я преклоняюсь перед ним. Вот мои руки. Вы считали, что он отрубил мне пальцы? Но это не так. Он мог сделать со мной все, что ему угодно. Ему ничто не мешало лишить меня чести. Он даботился обо мне, как о сестре. А что вы с ним сделали? Сломали, сломали всю его жизнь. Вы убили его жену. Пинке. Вы это сделали. Как вы теперь можете смотреть в глаза людям, которые вам доверяли? Из-за вас погиб еще не родившийся ребенок. Перестань, дочка. Не смейте называть меня дочерью. Я вам не позволяю. Я теперь знаю все о своем отце. А я так гордилась, всегда так восхищалась вами. Не надо, девочка. Не говори так. Я... Я вам верила. Никогда теперь я вам больше не смогу верить. Никогда теперь не смогу забыть. Ведь это ужасно. Всю свою жизнь я буду расплачиваться за вашу подлость. Я не хочу больше жить. Слушай, Шамшер, если я спущу курок, эти ценные бумаги будут уничтожены. Ты понял меня? Шамшер, сильный человек предпочитает действовать, а не болтать. Я согласился записать свой голос на пленку только для того, чтобы ты развязал меня. Я могу переправить тебя за границу. Давлю бы ей деньги, сколько захочешь. Ну, нет. Не выйдет, Шамшер. Я сам оставлю кое-что тебе на память. Браво, командор Боб. Командор Боб? Да, капитан. Шамшер мой верный агент. Эти секретные бумаги помогут моей стране завладеть всем этим районом. Командор Боб! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сзади! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сергей Паршин, Татьяна Иванова, Лика Неволина, Игорь Ефимов, Алексей Зубарев, Владимир Еремин, Людмила Безуглая, Валерий Кравченко, Сергей Бехтевик. Фильм дублирован на киностудии Нева, киноассоциации «Ленфильм» в 1990 году. Режиссер дубляжа Наталья Федотова, звукооператор Елена Демидова, автор литературного перевода Елена Ставрогина, редактор Ольга Ивлашева. Конец фильма. Продолжение следует... Продолжение следует...